Сейчас я должен объяснить, что такое алгебраическое число и доказать некоторые факты о так называемых конечных расширениях или алгебраических расширениях. Итак, что такое алгебраическое число? Ребята, может быть, вы слышали это? Число Пи трансцендентное. Никогда не слышали? Хорошо. Число Пи иррационально. Слышали? А что такое иррациональное число? То число, которое не выражается через десятичную конечную дробь. А, и которое нет периодичности. Ага. Которое не выражается все-таки периодически. Ну, это верно. Иррациональное число, которое нельзя представить в виде частного. Где в числителе целое число, а в знаменателе внутрь. Замечательно. А теперь внимание. Что такое частное? Что такое частное? М, иррациональное. Частное – это решение такого правления. Иррациональное число, которое не является корнем уравнения первой степени с целыми коэффициентами. Ну, при этом, естественно, требуется, чтобы n было больше нуля, да? Важно, что n не равняется мне. Что не уравнение вида, но равнение. Так вот, ребята. А что такое, скажем, корень из двух? Это корень какого уравнения? Ну, ирка квадрата на двойке. Что на двойке? Корень из двух – это корень вот такого уравнения. Хорошо. А, скажем, есть такая знаменитая греческая задача – удвоение объема куба. Наверное, слышали, да? Есть на плоскости лебро куба. Это некоторый отрезок. Требуется нарисовать отрезок, который обладает таким свойством, что куб с таким лебром по объему будет в два раза больше вот этого. То есть, что такое? Z в кубе, потому что три измерения у куба. Такое, Z в кубе равняется 2. Это многочлен Z в кубе минус 2 в кубе. То есть, алгебраическое число – это число, являющееся корнем уравнения с целыми коэффициентами. Ну, правда, я сейчас должен вам рассказывать в общем виде. Поэтому в общем виде – такая история. Должно быть дано некоторое поле. Давайте. Значит, есть некоторое поле. Поле – это там, где можно складывать, вычитать, умножать, делить не на ноль. И где выполняются естественные требования. Где выполняются естественные требования. Коммутативность сложения, коммутативность умножения, ассоциативность. В общем, самые такие вот привычные вам с младших классов. А может на х плюс у, это ах плюс ау и так далее. Так вот, когда у нас есть поле, то что такое алгебраический над этим полем элемент? Это очень просто. Это решение какого-то уравнения с коэффициентами вот в этом самом поле. Итак, пишем определение. Значит, вот это алгебраическое над полем. Если существует такое АН неравное и АН плюс первое и так далее, А ну любое, все из поля, и АН тоже. Все вот эти коэффициенты – это из поля кладки. Такие, что выполняется вот такое вот замечательное количество. Тето – это корень многочленов. Я уж не знаю, в какой степени. Если первые степени, то это рациональное над этим полем. Если второе, то это называется квадратичное. Третий, третий степень. Ну и так далее. Ребята, это очень важно. Оно фактически для нас самое-самое главное. Потому что трансцендентным называется число, которое не алгебраическое. То есть число ПИ трансцендентное – это означает следующее. Какое мы написали в врачвы, если вы туда вместо неизвестного представите число ПИ, отношение длины окружности к диагону, вы не получите 0. Доказывать я это здесь не буду, потому что для этого нужно знать, что такое интегралы. А главное, что это совершенно сбоку лежит над нашей основной темой. У нас цель – это изучение алгебраических чисел, а вовсе не трансцендентных. Но! Я сейчас вам докажу на всякий случай, чтобы вы вообще понимали ситуацию, что трансцендентные числа вообще существуют. Дело в том, что вообще-то при первом взгляде на ситуацию, смотрите, почему вообще существуют иррациональные числения? Кто понимает, почему корень из двух рационалов? Ну, потому что нельзя представить. Потому что если можно будет представить, то в таком случае там… И числитель и взглянатель должны будут быть чёрными. И там бесконечный спуск, да, и так понятно. Почему корень кубичных из двух иррационал? То же самое. Давайте всё-таки быстренько обсудим, а почему же вообще трансцендентные числа существуют? Ответ очень простой. Потому что вообще чисел континуумы. А ралгебраических чисел – счётное множество. А континуумы – это больше, чем счётное множество. Ну, для тех, кто немножко учил про это, сказанного достаточно. Для остальных объясню подробно. Значит, ребята, что такое счётное множество? Это множество элементов, которым можно снабдить ярлыка. На один из элементов повесить число 1, ещё на какой-нибудь 2, ещё на какой-нибудь 3, 4. И так каждый элемент получит какой-то номер. То есть мы занумеровали его, да, математическим языком. Если существует отображение из натурального ряда, на это множество. То есть, когда каждое множество, получается, что в него какое-то направление что-то решит. Замечательно. Счётное множество. Грубо говоря, можно выписать через запятую. Можно выписать первый элемент, запятая, второй элемент, запятая, третий элемент, запятая и так далее. И в этой цепочке все элементы будут выписаны. Так вот, ребята, алгебраических чисел очевидно счётное количество. Объясняю, почему очевидно. Потому что я сейчас просто объясню, как алгебраическое число можно, что называется, выписать в эту самую цепочку. Ребята, понимаете ли вы, что если ашки это целые числа, то вот такое выражение записывается при помощи знаков плюс, минус, буква икс, возведение в степень, что там вообще бывает, и цифры. Согласны? Многочлен записывается при помощи цифр знаков арифметических действий и знаков возведения в степени. Так? Отлично. Значит, это текст. Ну, в конце концов, прочитать я могу, но это текст. А текстов счётное количество просто потому, что я могу сначала произнести все тексты из одной буквы. Потом все двухбуквенные тексты так, как они идут в словаре. Знаете, что такое словарный порядок, да? Ну, АА это лучше, чем АВ, лучше, чем АВ. Так. И так далее. Вот, замечательно. Потом все трёхбуквенные, потом все четырёхбуквенные. Ну, большая часть этих текстов, конечно, будут никакие не многочлены, тогда я буду просто пропускательно произносить. Но когда будет какой-то многочлен, я его произнесу. Смысл простой. Текстов данной длины конечное количество. Поэтому я могу сначала произнести все тексты, имеющие отношение к делу, длины 1, потом длины 2, потом длины 3, и так далее. И получается только счёты обоснований. Вы правда скажете, а у многочлена может быть несколько корней. Ну, замечательно. Тогда я это буду произносить. Так. Первый корень этого многочлена, второй корень, третий корень, четвёртый, эндий корень. Пожалуйста, мне не жалко это энд раз сказать. Вот, важно, всё, что можно произнести словами, это всегда счёты может. Понимаете, несчётность возникает, когда у вас есть бесконечное количество знаков после запятой, ну или там вообще, когда объект описывается бесконечным количеством параметров. Вот, вещественных чисел несчётное множество, потому что в одном вещественном числе есть и первый разряд после запятой, и второй, и третий, четвёртый, тысячный, миллионный, и так далее. Вот. Если ограничить количество разрядов, то тогда сразу станет счётное множество. Итак, я объяснил, почему всего вещественных чисел, нет, про все вещественных числа я не объяснил. Я объяснил, почему алгебраических чисел счётное количество. Объяснил? Объяснил. А вот теперь я докажу. А теперь я докажу, что когда у вас есть любое счётное множество, то существует вещественное число, которое ему не принадлежит. Другими словами, я сейчас докажу совершенно замечательную теорию. Континуум не счётный. Даже не про всю вещественную прямую. Я сейчас докажу про отрезок 0,1. Можно делать по-разному. Давайте я сделаю это так. Вот, ребята, у меня есть отрезок 0,1. Да? У меня есть отрезок 0,1. Давайте я буду работать в привычной вам десятичной системе счисления. Понимаете ли вы, что его можно разрезать на десять одинаковых кусочков? Согласны? Когда у нас есть счётное множество, то согласитесь, что первый элемент этого счётного множества принадлежит одному из кусочков. Ну, в принципе, может принадлежать двум, если попадёт на конец. Но больше, чем двум, не может. Согласны? Отлично. Так вот, давайте заштрихуем тут один или два кусочка, куда попал вот, на один кусочек попал. Или, если на два кусочка попал, заштрихуем. И скажем, что у нас точно из десяти отрезков найдётся заштрихован. Найдётся? Найдётся. Его выделим и скажем, что он задаёт первый знак после запятой искомого числа. Вообще, что мы хотим сделать? Мы хотим доказать, что если кто-то выписал через запятую числа, а именно х1, х2, х3, х4 и так далее, и так далее, и так далее, счёты множества, то он не мог выписать все числа отрезка 0-1. В частности, тот человек, который выписывает подряд в гибраические числа, вот через запятую он пишет их, он на самом деле пропустит хотя бы какое-нибудь вещественное число. Ну и значит то самое счёт, которое он выпустил, оно будет инцидентным. Так вот, ребята, чего я сейчас только что добился? Из-за того, что у числа х1 после запятой самой первой цифры идёт конкретно либо 0, либо 1, либо 2, либо 9, вот когда на границе, я сказал, что у вас есть, я выбрал тот отрезок, который мы не убрали. То есть в этом отрезке на его границах х1 точно отсутствует. Отлично. Понимаете, что я дальше делаю? Я его разобью на 10 кусочков и скажу, что число х2 ну, оно не может принадлежать всем 10 кусочкам сразу, оно принадлежит максимуму к 2 кусочкам. Их уберу, беру любой другой из 8 оставшихся и говорю, что я нашёл кусочек, который задаёт вторую цифру после запятой. И число с такой второй цифрой после запятой оно не будет равно х2. Ребята, то, что я сейчас делаю, называется диагональный процесс Кантера. Я буду по очереди каждый очередной отрезок делить на 10 кусочков. Не важно, насколько. Делайте, сколько мы с тем чем пользуемся. А в том, что я буду делить на кусочки и выбирать тот кусочек, чтобы очередное число там х3, там х4, там х5, из-за того, что искомое число в этом кусочке у меня не будет лежать, не будет равно. Итак, сначала из-за первого отрезка я гарантировал, что все числа здесь не равны х1. Перейдя внутрь, я гарантировал, что они все не равны х2. Перейдя ещё, они все не равны х3. и т.д. и т.д. Ребят, кто ни почёл анализ, вы знаете, как называется это? Когда у нас есть отрезок, потом отрезок, на нём расположен на него меньше, потом меньше, потом меньше, потом меньше. Это называется последовательность вложенных отрезков. Ну и фундаментальный факт, который всегда рассказывает, когда вы рассказывали в частностях числах, что у любого такой последовательности вложенных отрезков есть единственное число, которое принадлежит им всем. На самом деле, здесь это даже не особо нужно объяснять, потому что фактически мы сначала нашли первую цифру после запятой, десятичной запись, потом вторую, потом третью и так далее, и так далее, и так далее. Не видите руки в том ходу. В общем, больше половины поняли. Давайте, для тех, кто не понял, я то же самое сейчас расскажу потом. Хорошо? На самом деле, ровно то же самое, но только в умистке. Значит, ребят, идея такая. Вот у меня есть число и, кстати, понимаете ли вы, что это 0 целых, а дальше идут какие-то цифры. Ну, цифра по-английски это как? Мабы. Не, это число. Диджит? Диджит, конечно. Конечно, диджит. Х1 это вот это. Х2 это вот это. Согласны? У каждого числа цифры. У каждого числа есть хотя бы одна такая запись. У некоторых две записи, но не больше. Хорошо. И так далее, и так далее. А теперь, господа. Ну, понятно, что это бесконечное такое. А теперь тот самый диагональный метод Кампера. Я беру вот эти вот цифры. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4. И рассматриваю новое число. Новое число это будет 0 целых. С1, C1, C2, C3, C4. Это цифра этого нового числа. При этом формула такая. n-ная цифра числа y. Это есть тройка, если d, n, n-ная не равно 3. Так, что мне такое написать? Давайте, семерка. Если честно, я просто так балуюсь. Важно, что вот здесь вот написано не равно 3. А если d, n, n-ная, равно 3. Ребята, идея замечательная. c, n-ная не равно d, n, n-ная. Вы, конечно, скажете в последней надежде. Ну а что? А вдруг число кончается на все нули или на все девятки? Ребята... Нет, а почему такое число не выложили? Еще раз. Я вам то же что объяснил. Тройка – это не девятка. И даже не маленькая. Семерка – это тоже не девятка. Почему мы такое число не выложили? Потому что число y имеет единственную запись в десятичной системе числений. Вот если мы в нем с какого-то момент пошли все подряд улей, или в нем все подряд девятки шли без какого-то момента, тогда записей было бы две и может было бы чем-то. но c, n-ная – это или тройка, или семерка. А значит, у него десятичная запись единственная. И при этом в n-ном разряде c, n-ная не равна d, n, n. Это значит, что y не равняется x, n-ному. Оно не равняется просто потому, что вы смотрите на n-ный разряд. Понял? Так, теперь. Ну, на самом деле, это было, что называется, что я ушел в сторону. Я вам просто объяснил, что значит трансцендентное число для обычных вещественных чисел. На самом деле, для той науки, которой мы занимаемся, это все не так интересно. Потому что для нее интересны алгебриарические элементы. Ведь наша цель – это научиться какие-то рассказывать факты о алгебриарических расширениях.